Наказ петербургских рабочих своему рабочему депутату. Примечание. Наказ петербургских рабочих своему рабочему депутату был написан в начале октября 1912 года. Он был единодушно принят на собраниях рабочих крупнейших предприятий Петербурга и на съезде рабочих уполномоченных 17 октября 1912 года. Иосиф Виссарионович Сталин руководил обсуждением наказа на летучих заводских собраниях. Владимир Ильич Ленин придавал наказу особенно большое значение. Направляя его в типографию для напечатания в социал-демократии, Ленин написал на полях «Непременно вернуть, не испачкать, крайне важно сохранить этот документ». Наказ был опубликован в 28 и 29 номерах социал-демократа, 5-18 ноября 1912 года. В письме в редакцию «Правды» Ленин настаивал, непременно поместите этот наказ петербургскому депутату на видном месте крупным шрифтом. Смотрите сочинение, том 29, страница 78. Выдвинутые движением 5-го года требования русского народа остались неразрешенными. Развитие реакции и обновленного строя не только не удовлетворило этих требований, а наоборот, еще больше обострило их. Рабочие часто лишены возможности не только бастовать, ибо нет гарантии, что в них за это не будут стрелять, не только устраивать союзы и собрания, ибо нет гарантии, что их за это не арестуют, но и выбирать в Думу, так как их все равно разъяснят или вышлют. Ведь разъяснили же на днях путиловцев и рабочих с Невского судостроительного завода. Примечание. Термин «разъяснение» появился в связи с применившимся правительствующим Сенатом разъяснением избирательных законов в желательном для правительства смысле. Власти, разъясняя законы, произвольно объявляли произведенные выборы недействительными. Мы уже не говорим о голодающем десятками миллионов крестьянстве, отданном на произвол помещиков и земских начальников. Все это говорит о необходимости удовлетворения требований 5-го года. В состоянии же экономической жизни России, уже появляющиеся признаки будущего промышленного кризиса и все усиливающееся обнищание широких слоев крестьянства, делают необходимость разрешения задач 5-го года настоятельной. Поэтому мы думаем, что Россия живет накануне грядущих массовых движений, быть может, более глубоких, чем в 5-м году. Об этом свидетельствуют ленские выступления, забастовки протеста против разъяснений и так далее. Застрельщиком этих движений будет, как и в 5-м году, наиболее передовой класс русского общества – русский пролетариат. Союзником же его может быть лишь многострадальное крестьянство, кровно заинтересованное в раскрепощении России. Борьба на два фронта – с феодально-бюрократическими порядками и с либеральной буржуазией, ищущей союза со старой властью – вот какую форму должны принять будущие выступления народа. И борьба эта будет победоносна лишь постольку, поскольку рабочий класс будет выступать во главе народного движения. Но чтобы рабочий класс мог с честью выполнить роль вождя народного движения, он должен быть вооружен сознанием своих интересов и большой организованностью. Думская трибуна и является одним из лучших средств при данных условиях для просвещения и организации широких масс пролетариата. Именно для этого и посылаем в Думу нашего депутата, поручая ему и всей социал-демократической фракции Четвертой Думы широкое распространение с Думской трибуны наших требований, а не пустую игру в законодательствование в Господской Думе. Мы бы хотели, чтобы социал-демократическая фракция Четвертой Думы и наш депутат, в частности, высоко держали знамя рабочего класса во враждебном им лагере Чёрной Думы. Мы бы хотели, чтобы с высоты Думской трибуны громко раздавались голоса членов социал-демократической фракции о конечной цели пролетариата, о полных и неурезанных требованиях Пятого года, о русском рабочем классе как вожде народного движения, о крестьянстве как наиболее надежном союзнике рабочего класса, о либеральной буржуазии как изменнице народной свободы. Мы бы хотели, чтобы в своей работе на почве вышеупомянутых лозунгов социал-демократическая фракция Четвертой Думы была единой и сплоченной, чтобы она черпала свою силу в постоянном общении с широкими массами, чтобы она шла нога в ногу с политической организацией рабочего класса России. Издано отдельным листком в первой половине октября 1912 года. Печатается по тексту листка.